Боже мой Что это такое? Ребята, редуктор с кулачковой муфтой или шариковой муфтой Как ее называют В этом видео пойдет речь как раз о редукторе с шариковой муфтой О том, как он работает, как он себя ведет на машине Испытания, разбор и принцип работы Так что здесь поудобнее Смотрите это видео И если у вас есть какие-то вопросы Обязательно комментируйте это видео Поскольку это все-таки моя работа Отвечать вам на ваши вопросы Не забывайте ставить лайки И подписываться Ну что, поехали Привет, ребята И вот, хочу испытать этот редуктор С шариковой муфтой Заехал я в поле, вы видите Здесь ездят только на конях И то не одни А я поехал на полеон вывезти мусор Мусорный полеон, естественно С прицепом И попробуем Сейчас закрепить эту экшн-камеру На лючок бензопака И снять Мороз градусов 5-6 Снег не рыхлый, а улежавшийся Твердый снег Очень сильно вяжет Машина прямо охлаждает Звуков никаких не исходит Из этого редуктора И попробуем на практике И ставим на паузу Крепим камеру Оген. Оген. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну погодные условия вы наши видели Если бы не работал бы полный привод Фигмы отсюда вы выехали Что скажу насчет этого шариковой муфты Ну редуктор очень тихий Реально очень тихо работает Его не слышно Подключение вообще абсолютно незаметное Никаких пиночков Ну ничего нет Если хотите простой тюнинг сделать Ну просто что чуть улучшить В себе полный привод Вот тогда ставите этот Редуктор это получается у нас У меня 2006 год Редуктор С дизеля Ну говорят что со степвагона такой же Там Иван говорил Что он такой же Со степвагона нет возможности попробовать Поскольку в Украину они не экспортируют Со степвагоны этих машин у нас нет Не было ну и пока не будет Поэтому пользуемся только тем что имеем Чисто теоретически Он включается раньше Раньше Обычного редуктора с фрикционами Раньше То есть наверное Масляный насос лучше Насколько раньше он включится Нужно будет снова завесить машину Не посмотреть на сколько Но Себя он показал отлично Даже вот здесь на поле Хорошо давайте теперь приступим К завешиванию машины Посмотрим сколько быстро он подключается Замедлим видео И будет понятно Завешивать машину я передумал Почему? Потому что Усилия никакого нету И в принципе колеса вращаться будут одинаково Что на шариковой Что на аттракционной мутке Поэтому попробуем старт с места Замедлим это видео И увидим какая жестче берет сразу Автомат Трикционная Или автомат Шариковая Сначала будет Шариковая мутка Обычную муфту На фрикционах Не муфту а точнее Просто фрикционный редуктор Автоматический Не постоянный полный Так как он есть в стандартах Порывшись в просторах интернета Посмотреть как работает эта шариковая муфта Кроме этого модного видео Хонда Россия Я больше ничего не нашел Но как именно она включается Гидравлически На картинке вроде бы понятно Ну а на практике как Давайте заедем и разберем этот редуктор Посмотрим что у него все длины Как работает эта шариковая кулачковая муфта Все бы наверное заметили Что шариковая включается быстрее За счет чего? За счет проскальзывания? Ну давайте посмотрим разом Две вместе Так вот наш наш редуктор Есть возможность испытать инструмент Привезли ребята Говорят это что-то типа Польского ворола Ну меня интересует Это вот такая Отверточка такая С переходником Вот И головкой на 8 Набор короче недорогой 10 баксов по-моему Чуть-чуть дороже Это болтики все открутили Редуктор Чтобы разобрать Надо вот стукнуть По алюминию Чтобы он сыграл Так Теперь еще чуть-чуть Как в фильме про чужого Видите Опачки Вау Это вау Вот наши шарики Вот шарики Вот обойма Окей Ну что Нанотехнологии Герметик белый Не знаю Заводской наверное Белой серии Может быть уже разбирался Конечно Редуктор Ну Насос Похож На первое поколение Очень сильно Вот Это термоклапан Там в середине Естественно Редукционный клапан Все то же самое Фильтр Вон стоит Забор Масло идет С этой стороны Но Насос Меньше Компактней Так Сейчас Я теперь Детально Все это Рассмотрю Так Вот такая же шайба Как и На первом поколении То же самое Только 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 Надо теперь Посмотреть Как оно работает Разобраться И попробовать Вам объяснить Перед вами Это шариковая Муфта Давайте посмотрим Середину Что у нас здесь Есть шарики Тут Колечки Вот такие вот Под ними Все те же наборы Фрикционов Я вам сейчас покажу Как это выглядит Чуть-чуть оно По другому Конечно Как в первом поколении Вот смотрите Это кольцо Которое Все придерживает Пластина Фрикцион Пластина Все Похоже на первое поколение Но все-таки Чуть-чуть По другому Как по другому Ну Вы наверное Такую систему Уже видели В велосипедах Как она работает Когда Вот здесь есть еще Такой подшипник Видите На самой этой муфте Когда идет срабатывание Вот видите Как оно перескакивает Когда идет срабатывание Муфта Раздвигается Вот здесь В середине Есть Вот там Пружина Вот Которая Получается Прижмет Эти все наши Фрикционы Видите Вот оно Выжимается Зажмет их И произведет Срабатывание В первом поколении Помните На масляном насосе Есть такой поршенек Который нажимает На фрикционы Вот Здесь Этот поршенек Заменили На вот эту шариковую муфту Остаются все Те же самые фрикционы Только добавили Вот эту шариковую муфту Которая Вот Таким образом Нажмет Зажмет Эти все фрикционы В кучу И он сработает Для чего это делали Для того чтобы Момент срабатывания Этого редуктора Произошел Быстрее Быстрее Чем на первом поколении То есть Не нужно создавать Такого Так понимаю Сумасшедшего давления Чтобы Все это сработало Достаточно Провернуть муфту И она все это прижмет В общем По другому Чуть-чуть Это все сделано Редуктор срабатывает Быстрее Вот такая система Кстати Будьте осторожны С этими шариками Потому что Вон они Выпадают Вот у меня Один в середину Уже туда Залетел Ничего сложного В этом редукторе Нет Все те же самые фрикционные Правда Все Стопорится Вот таким Большим стопорным кольцом Потому что Он просто Так не выпадет Единственное Что можно потерять При разборе Так это Вот эти шарики В принципе Ничего тут нового Не придумано Давайте я вам покажу Еще масляный насос Здесь в том месте Где в первом поколении Стоял поршень Здесь уже Ничего не нажимается Ничего не нажимается Просто Вот эта Втулка Вот эта Она Приводит в действие Она прокручивает Нам при Несовпадении давления С двух насосов На шумуфту И срабатывает Полный привод Вот таким образом Работает эта шариковая муфта Ну Что скажу Надежнее и не надежнее Я слышал такое Что уже имели люди Сложности С Этой шариковой муфтой Разлетались у них шарики Разваливалась Обойма В общем Всякое было Ну За комфорт И скорость подключения Приходится чем-то платить Еще обращу внимание Что размер насоса Ну реально уменьшился Он стал меньше На пару сантиметров Как минимум Хотя вся задняя часть Осталась такая же То есть Изменились только Вот этот вот Верхнюю часть Этот носок Так назовем его Размер Самого масляного насоса И Способ Придавливания фрикциона Это в принципе Все Что я хотел вам показать В отношении Этого редуктора Испытания вы видели Надеюсь Это видео вам понравилось Поэтому Ставьте лайки ваши Подписывайтесь на наш канал Напомню Что в скором будущем Мы Доснимем видео Про Подключение Постоянного Полного привода На наших автомобилях Чтобы он включался С кнопочки Над чем мы сейчас Активно и работаем Вот Поэтому Этот редуктор Будет просто Под замену Пока Не сделаем Постоянный полный привод На редукторе Первого поколения Спасибо что были С нами Хорошего вам дня До свидания Субтитры сделал DimaTorzok